Он несколько раз становился городским главой, при нем фактически перестроены и отремонтированы важнейшие здания нашего города. Закончена реконструкция канала, мостов, гостовых, при его непосредственном участии были открыты больницы, училища, выстроен троицкий храм на Затверянской площади. Но, к сожалению, жизнедеятельность Михаила Кедровича Кончихова и его потомков недостаточно изучена. Данная проблема актуальна в связи с тем, что до сих пор имеются неустановленные географические данные о жизненных этапах Михаила Кедровича и его семьи. Цель данной работы – это описать жизнь и деятельность Кончихова, опираясь на имеющиеся литературные и архивные источники. Для того, чтобы прийти к цели, необходимо реализовать следующие задачи – изучить литературные источники и составить обобщающее описание жизни и деятельности Михаила Кедровича. Также провести работу с доступными архивными материалами для установления географических данных о жизни Кончихова и его семьи. Создать подборку фотоматериалов, связанных с жизнью и деятельностью Михаила Кедровича. Михаил Кедрович Кончихов родился в 1792 году в городе Каши, в семье принадлежавших старинному купеческому роду. А в 1826 году вместе с родными он переезжает в Лыжний Волочок. 9 марта 1833 года в Лыжнем Волочке Тверской губернии состоялись выборы, по итогам которых новым родоначальником был избран Михаил Кедрович. В период с 1833 по 1841 он три раза подряд избирался на должность для родоначальника. В Анчакову доставились немалые долги. За Лыжним Волочком числилось 30 тысяч казенных задолженностей. Кроме того, городская дума задолжала еще 18 тысяч рублей. Казнакрадцу проститавшие в те годы стало одной из проблем у Ванчакова, но он благополучно боролся с ним. Ванчаков за период своей службы в Лыжнем Волочке отменил налог на недвижимость, бесплатная общественная работа, а также смог изыскать до 70 тысяч рублей на постройку нового каменного гостиного двора. Также в период Ванчакова две столицы связали новое шоссе с грамильным покрытием. Расширялись границы, строились новые улицы, появлялись площади, мощенные камни, а также осушительные каналы. В городе активно развивалось на улице. В свой третий срок он открывает школу солдатских детей, которая позже станет училищем кондукторов путей сообщения. А в 1841 году Ванчаков уходит во вставку. Самым значимым его благодеянием во время службы для города стал строительство каменной церкви военной живоначальной Святой Троицы на Цнинской набережной на собственной религии. Даже после своего ухода с посты главы, Ванчаков продолжал вкладывать немалые средства в городское строительство. Он поддерживал местных купцов и их строительные проекты, очень активно вкладывал свои инвестиции в экономику Лыжнего Волочка. Ванчаков – единственный учениковский бедоначальник, имя которого еще при жизни было вековечено в названии улицы. Ванчаков в свои последние годы оставался человеком, в промыслах которого были направлены на проспитание в городе. Похоронный человек Михаил Петрович Ванчаков на Пятницком платочке. Памятник Ванчакова уничтожили в 1931 году. Сейчас же, усилением местного хринического общества, на могиле Михаила Петровича установлены новый памятник. Это большая часть информации из открытых литературных источников. Мало кто из историков посвящает тему Ванчакову. Перед началом следующей части хотелось бы выразить огромную благодарность в оказании помощи и предоставлению материалов Игоря Смакова. Продолжение следует...